Дни Приморского края прошли в Совете Федерации. На профильных комитетах обсудили проблемы аграрно-продовольственной политики и природопользования, а также экономическое развитие региона. Важная тема – предотвращение чрезвычайных ситуаций и борьба с последствиями стихийных бедствий. Приморским сельхозпроизводителям будут направлены средства на компенсацию ущерба. Кроме того, было предложено упростить процедуру оформления рыболовных участков. Все эти инициативы представил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Особое внимание в выступлениях в Совете Федерации глава региона уделил развитию транспортно-логистического направления. В 2022 году мы ощутили масштабный поворот на восток. Бизнес воспринял это позитивно и инициировал ряд инвестиционных решений. И в крае полным ходом идет строительство и проектирование новых портов. Это такие порты, как Суходол, Вера, Аврора, Квалстар. Создается крупнейший в стране транспортно-логистический центр, так называемый Сухой порт, называется Артем. Модернизируется существующая мощность. В итоге к сегодняшней обрабатываемой грузовой базе 150 миллионов тонн, мы ежегодно будем прибавлять по 20 миллионов, что позволит удвоить мощности порта в Приморье к 2030 году до 300 миллионов тонн обработки грузов ежегодно. И это не бумажные проекты. В этом году вводится 20 миллионов тонн порт Суходол, в следующем Сухой порт Артем на миллион контейнеров обработки. Это действительность, которая требует от государства адекватных инфраструктурных решений. Ведь только таможенными сборами государство уже сегодня получает с территории региона 800 миллиардов рублей в год. Благодаря новым проектам мы будем увеличивать таможенные платежи дополнительно по 200 миллиардов ежегодно, достигнув в 2030 году уровня 3 триллионов рублей в год. Поступление в бюджет с лихвой окупят расходы на инфраструктуру, обеспечат прирост федерального бюджета на долгие годы. Считаем необходимо включить приоритеты и ускоренными темпами финансировать создание транспортной инфраструктуры, способной обеспечить загрузкой существующие и строящие порты. Пришло время больших возможностей. Теперь о некоторых вопросах и проблемах, которые необходимо нам продолжать решать, в том числе и с вашей помощью. Остается незавершенным строительство основной нашей дороги Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Также Олег Кожемяка рассказал о проводимой в крае работе, особенно в социально-экономической сфере. Так в два раза выросли объемы жилищного строительства. Говоря в целом о развитии дорожной инфраструктуры в Приморье, Кожемяка заявил о необходимости масштабной реконструкции дорог и мостов. В Совете Федерации предложение приморского губернатора поддержали.